13.06 в Кирове это программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Валерий Турунов. Валерий Николаевич, добрый день. Добрый день. Мы начнем с той самой группы, которая создана при мэрии города Кирова и основной целью деятельности, которая является привлечение бизнеса и инвесторов к выработке и реализации политики в сфере развития предпринимательства и инвестиционной деятельности. В Кирове мы сейчас говорим о координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшении инвесторов климата. Вы туда входите, как и остальные 18 человек, из которых многие известны нашим слушателям, например, Андрей Бавилов, Андрей Усенко там же находится. Не очень понятно, чем будет заниматься этот координационный совет. И даже некоторые наши эксперты здесь в студии высказывались в том смысле, что создана эта структура для галочки. Ну, если от меня требуется моя реплика или мой комментарий, то, скорее всего, второе, то, что вы в окончании сказали, потому что я уже был членом координационного совета по развитию предпринимательства в городской администрации. И в моём мнении и впечатлении этот координационный совет заключался только в том, чтобы обозначать какую-то проблему и дальше пар в свисток выпустить, и собака лает, а караван идёт. Более того, в последний состав этого координационного совета вошло уже больше половины чиновников. И, следовательно, там подавляющее большинство в принятии решений уже не предпринимательская стрига имеет, не сфера малого бизнеса, а чиновничий аппарат. Если вы видите, что под риторикой защиты малого бизнеса и его развития, мало того, что ярмарка была ликвидирована, причём, на мой взгляд, очень перспективная ярмарка с точки зрения того, чтобы представлять лицо города Кирова, этого железнодорожного вокзала, её надо было просто привести в соответствующий состояние, и люди готовы были к этому. На Комсомольске, напоминаем, там сейчас парковка. Да, ну там сейчас ничего, по сути, нет. И дальше кто-то свой бизнес будет организовывать, платная парковка будет. Об этом уже заявлено. Да, да, да. Поэтому в данном вопросе, мне думается, да, и если дальше наблюдать, то сейчас ликвидирована ярмарка очередная уже в Коминтерне на Баумана, и поставлена задача убрать ярмарку на ДСК. Поэтому вообще логика всех поступков и поведения мне абсолютно непонятна. При условии, что надо консолидировать малое предпринимательство и наоборот его развивать, его просто ликвидируют. Поэтому, когда идёт речь уже о новом витке, более высоком витке, создаётся соответствующая структура, которая должна повысить инвестиционную привлекательность, мы это тоже проходили, в частности в области, в недалёком прошлом, я был председателем комитета профильного экономического развития, который этим образом занимался, могу со всей ответственностью заявить, что ни одного практически инвестора извне не пришло для того, чтобы нам что-то сделать лучше. Все приходили для того, чтобы что-то у нас забрать. Поэтому в данном вопросе я вижу элемент лукавства. Если только руководителей заменить, которые бы действительно изменили своё содержание, поведение... Руководители чего? Города, я имею в виду. Городской администрации? Возглавляет же, вы видите, тот же самый человек возглавляет, который, в общем-то, в своё время возглавлял эти процессы по Кировской области. Мы имеем в виду Перескоков? Перескоков, конечно. Александр Викторович, в общем, он искушённый человек в этом отношении, ещё и в обкове партии занимался хозяйственной деятельностью, как раз привлечением инвестиций и так далее и тому подобное. То в данном вопросе, я думаю, что чудес не бывает, вектор определён, инерционность действий по этому вектору, она имеет место быть. И здесь единственный путь для того, чтобы продекларированная вещь стала реальностью, необходимо просто заменить руководителей. А зачем тогда вы вошли в эту группу? Меня никто не спрашивал. Вас просто включили автоматически? Да, даже не согласовывали со мной. Но понимая о том, что... Разве это не удивительно? Нет, это как раз подтверждает вашу последнюю фразу в вступлении к сегодняшней передаче. Поэтому, конечно, удивительно. То есть, вашим громким именем, защитника прав и интересов малого бизнеса, вас пользовались, вы считаете? Ну, я думаю, что... Ну, да, это Бог, и я не против, чтобы пользовались моим именем и моими действиями, если это действительно будет иметь конструктивное какое-то начало. Поэтому это уже вторая часть моего ответа. То есть, Турула Валерий Николаевич, как был борцом в этом отношении, в отношении бизнеса, я с себя этих вещей не снимал. Единственное, что в политическом статусе изменилось, что он сегодня не депутат, но депутатство, оно просто возлагало на меня дополнительную ответственность. Но это не означало, что оно сегодня сняло ответственность за то, за что я должен отвечать. Да, поэтому, ну, изменятся формы, методы, наверное, работы в этом направлении, а не более того. А давайте мы уточним. 24 сентября было объявлено о создании вот этого самого координационного совета. Было ли хоть одно заседание? При мне не было. Пока не было. Ну, может, оно и было. И вас зачислили, но не поставили в известность. Может быть, да. Просто, может быть, пытались координировать, но я жил по своим графикам и своему поведению. Ведь вот этот период адаптации после выборной кампании, он тоже требовал определенного осмысления. 19-е, 24-е сентября и так далее. Это некие такие элементы эпохального, так скажем, характера, потому что надо было разобраться вообще, что произошло и что происходит. Ну, мы попытаемся немножко сегодня тоже разобраться в этом. Вы уже упомянули, вернее, вы высказались в том смысле, что ничего не изменится в городе в отношении малого и среднего бизнеса и привлечения инвестиций при существующей команде управленцев. Совершенно правильно. Хотелось бы тогда с вами обсудить фигуру главы города, который был совсем недавно торжественно в этот статус возведен. Как вам эта личность? Нет, ну, Валерий Николаевич, он тезка вдвойне мой, да. Но я его знаю давно. Я знаю еще мы, когда были депутатами вместе в одном созыве, в третьем созыве. Вот. В последующем я его знаю как главврача больницы. Достаточно коммуникабельный человек. На мой взгляд, способный принимать решения. Другое дело... Самоспаятельное? Другое дело, что вот эта ангажированность партии власти предопределяет, способен ли этот человек самостоятельно принимать решения. На мой взгляд, априори нет. Априори нет. И какой бы красивой фразы сегодня не прикрывались, учитывая, опять же, опыт проведения вот этих вот выборов последних, где, ну, все знают, что они были абсолютно нечестны и подтасовка имела. Ну, в крайнем случае, я точно убежден в этом и готов в любом судебном процессе это заявлять, если на меня подадут. Просто я не видел смысла сопротивляться этой ситуации, ну, против ветряных милиций. Да, потому что, как ни странно, очень многие говорят, что это были хорошо организованные и довольно справедливые выборы. Ну, ну, вы что? Там три этапа проходило это все для того, чтобы было сделано так, как нужно. Поэтому здесь вопросов нет. И я четко представляю, как боролись против меня, и что я победил, но не победил и так далее. Не в этом суть. Я в другом хочу сказать. Когда Валерий Николаевич, зная четко о том, что были соответствующие... Владыкин. Да, процедуры, которые обеспечивали абсолютную победу в Единой России, при этом утверждают о том, что Владимир Быков – это абсолютно честный, порядочный человек. Ну, все, для меня это перестало как личность существовать. Владыкин. Да. Владыкин для меня как личность, руководитель перестало существовать. Потому что официально подобные вещи ты мог бы воздержаться, ты же знаешь эти вопросы. Если бы ты претендовал на самостоятельность в принятии решения и ответу тех ожиданий от жителей города Кирова, то ты должен быть действительно честный и порядочный. Ты прежде всего честный и порядочный. Но когда ты допускаешь подобные реверансы... Что это значит? Это означает, что политика нечестности и беспредела, она будет иметь место и дальше. По городу Кирова. И вот целый год Валерий Николаевич Владыкин будет у нас главой города. А что произойдет в следующем году, вы считаете? Ну, во-первых, ведь мы с вами сейчас ведем некий срез, который говорит о некой отрицательной стороне, которой сегодня порождено условия. И, следовательно, разумные и умные люди, они не в виде того, чтобы сказать, а, все без толку. Наоборот, вот этот минус необходимо превращать в плюс. Это означает, что должна быть достаточно серьезная гражданская критика власти. А вы считаете в нынешнее время возможным? А почему нет? А кто будет критиковать? Ну, вот, ваш покорный слуга, он способен и дальше работать в этом направлении. И я не скрою, что, понимая, что сегодня произошло окончательное расслоение верхов и низов, вот на этих выборах, где просто низы не допустили к участию к выборной кампании, и гарантированное право избирать и быть избранным, оно, по сути, перечеркнуто. В суде нам так и заявила избирательная комиссия, о каком гарантированном праве вы ведете речь. Это сейчас? Да, вот, мы же судились, избирательная. Я просто об этом, я же говорю, я не стал это все поднимать. Поэтому для нас абсолютно понятно, что необходимо объединять силы, не Турула сам лично критиковать, Турула должен выражать определенные, ему подобные, определенные мнения организованных сил и средств. Вот нам сейчас нужно будет прерваться на одну буквально минуту, и после этого хотелось бы поподробнее, чтобы вы рассказали, какие вы видите силы, которые могут быть объединены в Туруле. Вот, я это сейчас и скажу. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Светлана Занько, и свое особое мнение сегодня высказывает президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Валерий Николаевич Турула. Валерий Николаевич, до перерыва вы говорили о том, что в течение этого года вы будете консолидировать некие силы для того, чтобы можно было критиковать власть, и вносить альтернативные, как минимум, предложения тому единомнению, которое сейчас ожидается в связи с тем, что Единая Россия. Обратите внимание, Света, и все радиослушатели, что есть у нас такой праздник 4 ноября, где мы должны консолидироваться, объединиться, как единая нация и так далее и тому подобное. Так вот, по нашему мнению, мы будем использовать этот праздник для того, чтобы тот разрыв между властью и простым народом, всем населением, большинством, ликвидировать. Мы попытаемся провести какое-то мероприятие. Когда вы говорите «мы», вы кого имеете? Мы, я имею в виду, прежде всего, Российский объединенный трудовой фронт, Ассоциацию защиты прав малого бизнеса, который вошел коллективным членом в Российский объединенный трудовой фронт, в этот же Российский объединенный трудовой фронт вошли грузоперевозчики, в этот же фронт вошли Ассоциации защиты прав многодетных семей, и т.д. Итого 10 организаций. Движение за отмену закона о капитальном ремонте. В общем, это достаточно широкий такой действительно фронт, который экспериментально на выборах попытался объединиться, не все у него получилось, но сам вектор движения к тому, что синергетически мы сильнее и эффективнее, когда мы вместе. Этот вектор продолжает действовать. И вот мы договорились, все протестные силы по всей области, о том, что мы попытаемся ввести новый статус народного депутата, где отберем среди себя, такое на общественных началах, проведем какой-то съезд народного собрания, дадим полномочия человекам 40, которые наиболее активны, своим обществом проголосуем, скажем, мы вас защищаем, мы даем поручение собирать все проблемы и формулировать наказы народного депутата для этой же самой власти законодательного собрания, для правительства и т.д. и т.п. и дальше организовывать, ну, не контроль, а оказание содействия, давайте мы вместе будем эти проблемы решать. На мой взгляд, это достаточно серьезный инструмент, который на сегодняшний день созрел, и мы ведем подготовку этого мероприятия. Где-нибудь работает уже такой механизм? Ну, по нашей информации, этот механизм работает в Омске, в Омской области, то есть он уже 10 лет работает. А на каком основании вот эти вами избранные народные депутаты будут, что они будут делать? Они будут просто предлагать, писать... Нет, они будут вести прием людей, они будут вести прием вот этих вот замечаний, которые сегодня что, люди пишут, а власть им пишет отписки, денег нет. А инструментарий какой у них будет? Вот инструментарий, он в этом же и будет заключаться, что они будут собирать вот эту всю проблематику, формулировать свой наказ народного депутата, ну, как и должно, по идее, быть, да? А у вас не было поза, что вы используете слово депутат, а значение тех людей, которые не входят в УЗС, не входят... А кто это запретит? Вот кто мне запретит? Кто мне запретит делегата? Есть гражданское общество. Гражданское общество, наоборот, говорит о том, что и законы проповедуют, в том числе и Конституция, третий пункт Конституции, третья статья, она гласит о том, что выразителем власти является вообще-то народ. И народу надо представить эту площадку, где он мог бы выразить вот эти все вопросы и сказать, что, ребята, вы не тем занимаетесь, вот чем надо заниматься. Я что имею в виду? Я себе представляю такую ситуацию. Вот у вас 40 народных депутатов, которые вы выбрали, да? А которые принимают заявления от граждан и говорят, что мы вам будем помогать... Идут на прием. Идут прием и говорят, что мы вам будем помогать, вот мы народные депутаты. А дальше к вам приходят депутаты, например, УЗС. С кем-нибудь еще и говорят, вы не настоящие депутаты. Ну и что, какая... Вы не настоящие депутаты. Нет, ради бога, пожалуйста. Вы можете представить себе такую ситуацию? Нет, не могу представить, потому что это будет называться народный депутат на общественных началах. Они на легитимной, как положено, основе, они имеют статус свой там, законным утвержденный. У нас никакого закона нет, поэтому это все будет как в рамках гражданского общества, объединение людей, активных людей, которые сегодня мыкаются, и их никто не слышал, не слушает и не хочет слушать. То есть это будет следующее, консолидация... Площадка. Консолидация... Да, протестных сил. Мнения, хорошо, протестных сил, оформление это в какие-то действия или там декларации, может быть. Да, так от общественной организации будут уже подготовлены документы, которые будут дальше держаться на контроле вот этой вот площадкой, народным собранием. Вы будете подвигаться через что? Через ЗАГС собрание, через общественную палату, Абсолютно по системе документа оборота будут готовиться соответствующие запросы, отправляться, 30 дней там на ответ, а дается, а дальше вот эта группа будет уже анализировать, а что происходит, и власть в то направление движется или не в том. Почему не обращать внимание на массу? Не страшно произносить сейчас слово протестное? Нисколько. Нисколько не страшно. Вы заметили, что оно вообще исчезает так постепенно? Ну, пусть тогда создадут нам условия для того, чтобы протеста не было. От того, что мы уберем это слово из лексикона, это не значит, что протест перестал существовать. Ведь на сегодняшний день 90% населения плюется в телевизор. Плюется. Это форма выражения протеста. 60% на выборы не пошли. Это же форма протеста. Потому что бестолку этим всем занимаются. Поэтому, на мой взгляд, вот эта форма, мы пытаемся и 4 ноября это попытаемся сделать, как консолидацию общества, наоборот, объединения. Обратить внимание власти и того же Путина, там, Васильева, на то, что, ребята, вы вот сегодня на лаврах там, да, расцветаете, но имейте в виду, что вы строите это общество не для всех, а вот для своей узкой группки людей. Остальных вы просто отсекли. И вы почему считаете, что это животные? Это не животные, это люди. Поэтому здесь вопрос вот этого вот выражения протеста в легальной какой-то форме, организованной в рамках легитимного поля, законного поля, не маргинального, а вот именно нормального, цивилизованного. На мой взгляд, это, наоборот, помощь тому же Васильеву для того, чтобы, ребята, вы можете там на Луне находиться ещё долго, да, но вы приземлитесь и посмотрите, а что вокруг вас происходит. Ведь с собой потом всё это не заберёте. Это особое мнение президента Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Валерия Турулы. Раз уж мы заговорили с вами о Васильеве, то мы видим, что команда прежнего губернатора Никиты Белых практически полностью разрушена. Осталось несколько человек, буквально. В правительство региона пришли новые люди со стороны, в том числе из Москвы. Вот такое чистое поле образовалось. Ну да. И на этом чистом поле, или, может быть, я... Не, я не так сказал бы, оно не чистое, а образовалась некая точка отчёта. Вот мы... стабилизирована какая-то точка без движения, стагнация. Её вот сегодня оценивают, а где мы находимся? Да, вы скажите, что сейчас делает Васильев, на ваш взгляд? Как это? Ну, я могу анализировать только как военный человек, то есть бывшими военные не бывает, но всё же... Он военный человек, вы военный человек. И он военный человек, да. То есть на основе боевых уставов мы формируем своё поведение. Другое дело, где-то жёстче, где-то мягче, но линия поведения, она всё равно остаётся та же самая. И когда с Игорем Владимировичем я встречался, я говорю, Игорь Владимирович, я правильно понял, что вы человек системы? Он говорит, да, правильно. Я говорю, я правильно понял, что вы как военный человек действовать будете в соответствии с боевыми уставами. То есть вся демократия заканчивается на этап подготовки и принятия решений. Он говорит, правильно. Я говорю, а дальше голову будем сечивать? Ну, просто где-то так. Следовательно, вопрос заключается в том, что в отличие от предыдущей команды правительства, где абсолютный либерализм присутствовал, никто ни целей, ни задач определённых не ставил, только была единственная цель – это привлечение инвестиций любыми правдами и неправдами, да, а там вы как хотите, так и живите. Или есть у тебя инициатива сказать «вперёд», но ничего не сделать для того, чтобы вот эту инициативу поддержать. Ну, как спартанцы выбрасывали там ребёнка, да, вновь родившись, выплыл – хорошо, значит, быть тебе и жить. Не выплыл – ну, это твои проблемы, как говорится. Так вот, Васильев, на мой взгляд, он будет всё же как военный человек и должен так действовать. Он на сегодняшний день ставит вопрос, и вы это обращаете внимание, что давайте будем советоваться, давайте с теми группами, которые должны что-то делать и исполнять, не вторичное звено, там, надстроечное, какая-то общественная организация или что-то такое. А первичное звено, давайте будем собираться. Кто такое, что за первичное звено? Первичное звено, те же самые предприниматели, те же самые руководители. Ну, олигархи, олигархи, никуда не денешься от этого. И вы правильно говорите, потому что это реалия жизни на сегодняшний день, что если есть у нас там КГБ в народе, конечно, да, конечно, мы от них никуда не денемся, это реалия жизни. Другое дело, каким строить образом с ними отношения, это уже искусство, так скажем. И в конечном счёте тот же самый командир определённого уровня, он строит свою систему отношений с высшестоящим уровнем. И именно с ними, с предпринимателями, с руководителями он будет предварительное обсуждение проводить? Конечно, конечно. А принимать решение будет единолично? Ну, я думаю, что нет. И если вы обращаете внимание, сегодня формируется команда профессионалов, но которые, на мой взгляд, пока ещё находятся в космосе, они ещё не приземлены. Это не самые приезжие, которые сюда вошли? Я с ними встречался с отдельными людьми. Там есть кто-то, кто вас впечатлил? Ну, я больше встречался сейчас с Максимом Николаевичем Кочетковым, который, по сути дела, и формирует экономическую логику. Меня больше это волновало. И мы уже несколько раз с ним встречались. Достаточно непросто мы сначала начали там встречаться, даже в определённой степени конфликты намечались. Ну, а вот в прошлую пятницу, не прошлую, а позапрошлую пятницу, мы в конечном счёте пожали друг другу руки и сказали, что движемся вперёд очень конструктивно, конкретно. Вот это мне импонирует, что можно разговаривать, я так с глагольского, сколько угодно, о чём угодно, а вот давайте определим конкретно. Если есть какой-то проект, давайте будем его решать, давайте будем его сопровождать, давайте вместе будем искать ресурсы для того, чтобы реализовывать эти вещи. У нас 15 секунд до перерыва. А какие конкретно Вы с ним проекты хотели бы обсудить? Мы уже обсуждали. 8 проектов я ему представил по нашей области. Достаточно сильно. Я думаю, мы подробнее о них расскажем в последующем. Но это очень серьёзный проект, который можно свести в три мегапроекта. Это система производства и реализации товаров местных производителей. Это целая глыба сельское хозяйство, лесное хозяйство, развитие. Второй проект – это, наверное, проект, связанный с развитием промышленных биотехнологий, где мы центр какой-то должны создать, в том числе промкластер. Ну и третий проект, наверное, его можно связывать с микробиологией, это фармацевтические и ветеринарные препараты. Но я не только скажу, что многие годы, а это сегодня фишка, и об этом Васильев уже заявлял не один раз. Сейчас прервемся на короткую рекламу. Напоминаю, что это особое мнение Валерия Турула. Через две минуты мы снова в студии. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И своё особое мнение сегодня высказывает президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Валерий Турула. Вот хотел о чём Вас ещё спросить. В ОЗС произошли серьёзные изменения. А мы на проектах не будем остановить? Мы не успеем разобрать. Я Вам предлагаю проекты вынести глобально в отдельную программу. Давай. Чтобы можно было посвятить... Ловлю Вас на слове. Я обещаю. Чтобы можно было посвятить в них людей подробнее. У нас сейчас остается 13 минут, несколько вопросов. Так вот, в первую очередь хотелось бы Вас спросить Ваше мнение узнать по поводу господина Яговкина, который сейчас возглавил комитет по аграрным вопросам о развитии сельских территорий, переработке сельхозпродукций, предпринимательстве и торговле. Я-то понимаю, что одна часть комитета, которого Вы возглавляли раньше, перешла сюда. Совершенно правильно. Так вот, во-первых, само объединение вопросов, по какому принципу произошло, как комитеты перераспределились. И, во-вторых, тут Михаил Курашин высказывал сомнения насчет эффективности работы господина Яговкина в качестве главы комитета. Что Вы скажете? Вы работали раньше. Ну, Владимир Валентинович, я давно знаю, и мы в двух созывах вместе с ним работали. И во многом, может быть, и благодаря нашей позиции, нашего комитета, он вынужден был какие-то шаги продуктивные продуктивные осуществлять, но что бросается в глаза? Что это абсолютно несамостоятельный человек, абсолютно, причём даже более чем, вот мы Владыкиной давали характеристику, это ещё более несамостоятельный человек, абсолютно зависимый, будет делать то, что ему кто-то скажет. И его задача банально очень проста. Ему три года до пенсии, и он говорит, мне надо главное дотянуть до пенсии. Вот это его слова в кулуарах. Вот, поэтому очень обидно, что такой человек у нас всё же остался в составе законодательного собрания. Ну, кому-то он нужен там ведь, правда же? Ну, вот, кому-то он нужен, совершенно правильно, кому-то он там нужен. Но то, что он нужен ли он людям, вот это вызывает абсолютное сомнение. Поэтому, причём бесхребетный такой человек, вот назови его хоть горшком, только в печь не ставь, без обид, без всего, вот такой вот, может быть, и переживает где-то, но не знаю, в крайнем случае я этого не видел. Я не один раз называл его поступки подлостью, не один раз объявлял о том, что я ему руки не подам, то есть, ну, потом как-то смягчал эту позицию, но года два или три точно не подавал ни Бакину, ни ему, ни покойному Лихачёву. Бакин тоже возглавляет сейчас один из комитетов. Да, он и возглавлял. Владимир Каврилович. Да, да, он и возглавлял. Поэтому был период достаточно такого серьёзного отношения, потом просто, ну, наверное, глупо не здороваться. Ты пусть ненавидишь этого человека или не любишь, как угодно можешь говорить, но находишься-то в одной схеме и сетке, да, поэтому вынуждены. И, наверное, они точно так же и строили отношения со мной. И вы, наверное, помните, я их даже называл сволочами, и они на меня там пытались давить и говорят, ты нас больше сволочами не называй, на что я говорил Аркад. Как только не называли друг друга. Да, а я буквально целый период называл, вы сволочи, говорю. И хоть бы хны, вы понимаете, вот я не могу понять, ну, подайте вы меня в суд или что-то такое, ну, тогда надо будет разбираться, а почему я их так называю, правильно, да? Вот там-то всплывает очень много подробностей. А какова основа назвать именно этим оскорбительным словом того же Бакина, того же Яговкина? А есть вообще приличные люди сейчас во главе комитета? Не знаю, не знаю. Я не хочу характеризовать этих людей, потому что жизнь, она покажет. Может быть, чудеса произойдут, я не знаю, они станут из непорядочных порядочными, хотя говорят иногда про проституток тоже порядочные, да, поэтому... Сейчас вас притянут, Валерий Николаевич. Нет, я пока ничего не сказал. Это же мнение художественное. Нет, я-то пока, вы видите, не персонифицирован, кто там куда кого притянет, я не знаю. Но тот факт, что на сегодняшний день однозначно некому сказать слово правды, это точно. Как будет работать, на Ваш взгляд, сейчас УЗС? Вот Вы видели, что говорит, как выражается в студии Васильев. А Вы видите, кто приехал с ним, кто остался на постах? Вот смотрите, мы же тоже анализируем условия обстановки, в которых реально мы находимся. И опять же, кто возглавил сегодня законодательное собрание? Владимир Васильевич Быков, тоже генерал, тоже по боевым уставам работающий человек, правильно, да? Только он ангажирован определенной идеологией, определенной экономикой, которая, к сожалению, не учитывает интересы простых людей, а учитывает там определенные группы олигархические. Следовательно, я делаю вывод, что здесь не все будет гладко между Васильевым и Быковым, объективно я делаю вывод, несмотря на то, что там они в одной вроде бы команде, в одной партии и так далее и тому подобное. Но я думаю, что решено два момента. Первый момент, это все же отлучен Владимир Быков от реальных распоряжений материальными ресурсами. Городскими. Городскими. А это все же половина экономического ресурса, это точно, который прокачивается в целом теми или другими путями, либо через систему торговли, либо через банковские системы и так далее. То второй момент, он заключается в следующем, что Васильеву надо будет посмотреть реальное поведение Быкова. И у Быкова очень тяжелая ситуация, если мы возвращаемся к законодательному собранию. С одной стороны, он должен использовать будет по установке его избравших и назначивших людей ответ их интересам этих людей с другой стороны, подобные вещи должен не допустить Васильев, в крайнем случае, в течение года, пока мы его не избрали. И в этом отношении, я думаю, для законодательного собрания будет очень нелегкий период. Этот год до следующих выборов. До выборов губернатора. Поэтому вполне возможно и вероятно, что Владимир Васильевич Быков до года не доживет. Вполне возможно. До следующих выборов не доживет? В качестве спикера? В качестве спикера или вообще депутата УЗС? Я думаю, что его просто уберут. С этого поста? Да. Или вообще из этого? Он идет по собственному желанию, а может быть даже и не по собственному желанию. Это интересно. Что будет, как все будет складываться за этот год до следующих выборов? Потому что ведь есть вероятность, что Васильев и не пойдет на эти выборы. Конечно, есть такая вероятность. На мой взгляд, она вполне реальна. Если Васильев, как уполномоченный первым лицом человек в нашем регионе, поверьте, его интереса быть преданным этому региону абсолютно нет. Это порождается не одним годом жизни вместе с нами. А мы здесь тоже разные. Правильно? Поэтому в данном отношении вот такую фантастику нам очень сложно представить. Другое дело, что у него есть тоже цели и задачи. Если будет найдена кандидатура, которая реально выполнит задачи, я думаю, что Васильев вернется в Москву. И из местных? Конечно. Или из местных, или не из местных. Но достойная личность будет найдена, которой можно поручить данный регион. Он будет управляем, абсолютно прозрачен в отношениях с федеральным уровнем власти, с первым лицом. Идеологически выверен, как говорят. Не только идеологически. Здесь всё же глубже Светланы надо смотреть. Идеологически можно прокукарекать, извините за выражение, что угодно. И преданными глазами посмотреть своему боссу тоже можно. А вот реалии, они определяются финансовыми потоками. И когда эти финансовые потоки будут гарантированы, что в рамках договорённости они будут осуществляться, в том числе с первым лицом. Ведь Гейзер тоже был доверенным лицом в Коми, да. А сегодня это раскручивается в достаточно серьёзную такую раскручивающую спираль, вот так скажем. Да, всё новые, новые лица. Причём до этого даже появляются старые лица и так далее, и там подобное. Новые лица, совершенно о которых никто ничего не знал. Я думаю, что это свидетельствует о немногом, что опречники, которые находятся в том или другом регионе, они должны выполнять те задачи, которые перед ними стоят. Вот приехала команда Васильева, они здесь должны навести порядок. Совершенно правильно. А он и не скрывает этого. Поднять авторитет власти, посмотреть, что с финансовыми потоками, куда они утекали, как они притекали, посмотреть, какая субординация на местах, что в чём виноват, сделать выводы, доложить. Совершенно правильно. И сформировать некую команду, которая пойдёт на выборы в следующем году. А сами могут и не верить. Худший вариант, худший вариант, если не нашли эту команду, тогда, ребята, ну что, засучивайте рукава и тащите. И придётся здесь ещё. Да, тащите пять лет, пока не создадите эту схему. А лучший вариант, если действительно в течение года что-то здесь получается конструктивное такое, горящее, да, когда, вот скажем, я за своим там одним из заместителей наблюдаю по подготовке съезда предпринимателей, которые мы готовимся провести там в неделю, в международную неделю предпринимательства в ноябре. И он сначала потокший такой, вот там, как мы будем собирать с области. И вдруг ответы пошли на инициативной основе снизу, из районов. И у него, гляжу, вчера глаза-то светятся, сияют. Вот не вчера, на прошлой неделе. Я говорю, ну, Алексей Владимирович, ты видишь, что оказывается всё это работает. Вот если мы тут увидим блеск в глазах, или Васильев увидит блеск в глазах, что мы здесь действительно живём, а не мучаемся, да, тяжело. Кто сказал, что будет легко? Но если мы видим хотя бы ближайшую какую-то перспективу, и готовы в этой перспективе участвовать и куда-то двигаться в развитии своей территории, ведь об этом наш комитет профильный, из-за чего экономика ни в одном слове нету, ни в одном комитете сегодня нет. Но мы-то требовали банальные две вещи. Первое, а что делается для того, чтобы увеличить налогооблагаемую базу, то есть развитие реального сектора экономики. И второе, мы требовали на комитете эффективности использования расходуемых ресурсов. Не просто банально расходовать освоение ресурсов, а если мы говорим, там, сельская хозяйство 2,1 миллиарда получает дотации, скажите, а сколько вы даёте в бюджет доходную часть 700 миллионов? Мы поражаемся и говорим, как экономический комитет, стоп, ну хотя бы 2,1 верните в виде налогов, да? А вы только 700 миллионов возвращаете, 1 к 3, что это за дотации такие? Это распиловка, а не дотация. Ведь дотации даётся на то, чтобы развивать производство, а не получать и забирать себе. Поэтому, по всей видимости, это многим не понравилось. И я думаю, что вот если мы вот в лес глазах увидим и увидим динамику хотя бы что 700 миллионов в этом году, в следующем 900 миллионов, в последующем там миллиард 200 и вот эту динамику увидим, тогда мы живём, тогда мы развивёмся. Сегодня пока идёт ликвидация нашей территории. Вот такая точка, они очень весёлые, в особом мнении... Ну это означает, у Васильева, если мы действительно как продекларированы им, видим развитие территории, то может быть есть перспектива. Валерий Николаевич Турул и его особое мнение. Я, как обещала, организую по Вашим проектам, которые Вы предлагали новой команде, эфир. Светлана Занькова, прощаюсь с Вами, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова